Хорошо братьям собираться вместе, сёстрам тоже, но вчера собрались мы братья и рассуждали в одном благословенном месте. И подняли в частности вопрос, а у меня безлимитированность, я могу говорить долго, значит, и подняли мы один вопрос о том, как человек может сам загнать себя в пустыню и может ли это сделать. И вопрос интересный, я рассуждал о нём дальше, дома, вечером и просил Господа Господь завтра, вот надо говорить, дай слово. Господь дал слово, вы все это знаете, а Бытие, 4 глава, вы можете открыть, а то, мало ли, я вам что-то не то скажу, и не было шуршания страниц. Бытие, 4 глава. И Каин принёс, написано, Господу от плодов, а потом написано, и Авель также принёс. Это начальное рассуждение, которое я получил. Прежде всего, я хочу сказать, что Авель совершил действие потом, когда увидел, что сделал старший брат. И, между прочим, я хочу вам сказать, что Авель это не белокурый, голубоглазый мальчик. Как мы привыкли себе рисовать. Я понимаю, что у кого-то сейчас весь мир перевернулся. Потому что мы рисуем так, что пришёл тёмный такой скукоженный Каин с хитрым взглядом, и пришёл светлый Авель. Ничего подобного, они были одинаковые, брат и брат. И один был старший. И Каин это от еврейского слова кана, что значит приобретать. И он действительно приобретал, он работал очень сильно на поле, очень сильно на поле он работал. И ожидал чего-то. И чего-то ожидал. И в еврейской Агаде говорится о том, что он принёс пучок льна. И об этом я учил на школе. И вот он принёс, понимаете, он пришёл к Богу поговорить. У нас это одна фраза, и мы её воспринимаем, что, знаете, такое шествие было с корзинами, они бегут. Нигде не написано до этого, что Бог что-то требовал, чтобы к нему приносили. Нигде этого не написано. И Бог мне просто сегодня ночью, я был там, Он мне показал, как это было. Каин принёс этот пучок льна, потрясая, и говоря, вот что это такое. Я сеял, я пот проливал на этой земле. Я чего-то ожидал. Я чего-то ожидал. Есть другой еврейский рассказ о том, что Каин родился ещё в Эдемском саду. Это звучит по тому, как составлена фраза, когда Адам познал ещё раз свою жену. И он видел, что должно произносить на земле. Каин, он видел, что должно было там быть. И он принёс этот лён. Вы знаете, наши ожидания часто закрывают Божие благословения. На Божьей Ниве есть много для нас вещей, которые мы не воспринимаем как благословения. Вот это выросло. И я учил на библейке, что он принёс лён. Вроде никчёмная вещь, как казалось бы. Но я вчера почитал, сегодня утром почитал, что такое лён. Лён из льна получают и масло, и волокно, и отходы льна идут на корм скоту. Вы понимаете, что когда он что-то сеял, наверное, он что-то ожидал другое. Но Бог ему дал растение для развития. Лён – уникальное растение, которое было дано Каину. Это не было проклятием. Мы почему-то, когда читаем Библию, мы думаем, что изначально Бог вот уже его проклял. Изначально с земли он там кормился. И непонятно, что выросло, и непонятно, как это всё ещё было. И вот мы нарисовали себе такую картинку. Но иногда картинки надо ломать. Перегородки надо в голове ломать. Бог дал ему интересное благословение. Только из-за того, что у Каина были его человеческие ожидания, он не увидел Божие благословения. И поэтому его сердце было изначально настроено негативно. Он пришёл поговорить с Богом с негативнейшим состоянием. Он принёс с негативизмом. Хотя это было благословение. Это огромное благословение, развитие. Потому что от Бога приходит в нашу жизнь только благое. Может быть, у тебя были ожидания, когда ты пришёл в эту церковь. И ты представлял, что должно быть либо вот так вот что-то там благообразное, либо так вот. И вдруг что-то не так, как ты себе представлял. Ты думал, что я скажу тебе какое-нибудь зажигательное слово, и тебя пробегут четыре мурашки справа и шесть мурашек слева, и это будет для тебя сигналом того, чтобы достать кошелёк, и что-то ещё положить, и вообще скакать и хлопать, и всё не так, как ты ожидал, и ты уже насупился. Не так. А тут ещё танцуют, а тут ещё флагами машут. Ну как? Ну вообще не так, как ты ожидал. И твои ожидания закрыли от тебя твоё благословение. Если бы ты стал в хор скакать и плясать, ты получил бы ещё больше благословений, чем ты сидел на месте. Если бы ты взял флаги и стал махать флагами, ты бы получил больше благословений. Наши ожидания крадут Божьи благословения. Наши человеческие ожидания. И мы приходим в церковь, ожидая, что мы дадим, и Бог нам даст. И что-то когда-то будет хорошо. Но, друг мой, то, что есть у тебя сейчас, это уже благословение. Ты увидь то, что есть у тебя сейчас, это уже обильное Божие благословение. И настрой своё сердце на то, что это благословение послано тебе отцом. И ты можешь возблагодарить его сегодня. Не ругаться, не насупиться, а быть радостным от того, что у тебя есть сегодня. Авель, который переводится как пар, он просто увидел, что брат пошёл что-то принести. Брат пошёл принести, и я принесу. А что у меня есть? Овечка. Берём овечку. И пошли с овечкой. Он даже не задумывался. Господь, спасибо, что у меня есть стадо. Спасибо, что у меня есть овечки. Он не думал, почему у меня нет верблюдов, слонов, бегемотов, крокодилов и кого-то ещё. У меня есть то, что есть. Овечка. С овечкой вперёд. Это было благословение. И сегодня, друг мой, ты в благословенном месте. Ты благословлён Богом везде. Это значит не только здесь, но и дома, и на улице, и завтра. Твоя работа – это благословение, невзирая на то, что, возможно, ты думаешь, что это проклятие. Это благословение. И завтрашний твой день, так же, как и сегодняшний день, в руках Божьих, и там для тебя предусмотрено благословение. У Каина была проблема. Он ожидал, что вырастет то, что он ожидал. А Бог дал ему гораздо больше. Лён гораздо больше того, что он ожидал. Увидь это в сегодняшнем дне. И когда ты будешь располагать сейчас своё сердце, то, прежде всего, посмотри, пришёл ли ты, как Каин, потрясти, поругаться, или ты пришёл возблагодарить. Отношение очень сильно меняет будущность потом. У Каина она была плохая. А у нас есть возможность возблагодарить в сегодняшнем дне за Божьи обильные благословения. И получить благословение завтра, послезавтра, и как конечная точка в вечности. Благословляю вас этим. Во имя Иисуса Христа. Господь, я доволен тем, что есть у меня сегодня, Господь. Я доволен тем, что ты дал мне в сегодняшнем дне, Господь. И я знаю, что всё лучшее – это от Тебя. Я знаю, что всё, что в моей жизни, оно лучшее и от Тебя, Господь. И дай моему сердцу видеть это. И дай моему духу знать об этом. Господь, пускай плоть не властвует над моим взглядом, а дух благодарит Тебя за отеческие благословения в моей жизни. Во имя Иисуса Христа. И я благословляю народ Божий в сегодняшнем дне. Видеть потоки Божьего благословения. В каждой отрасли, где они находятся. Везде, где они присутствуют, там Божие благословения на них, Господь. И дай нам наслаждаться этим. И знать, что завтрашний день в Твоих руках также благословлен. Аминь. Аминь. Субтитры подогнал «Симон». Субтитры создавал DimaTorzok